Глава 8. В имении дяди меня на первых же порах ожидали еще новые и гораздо более удивительные вещи. Брат моей матери, князь Семен Адоленский, беспардонный либерал самого нелиберального времени, был человек, преисполненный всяческих противоречий и чудачеств. Он когда-то много учился, сражался в Отечественную войну, был масоном, писал либеральнейшие проекты и за то, что их нигде не принимали, рассердился на всех – на государя, на Спиранского, на госпожу Крудинера, на Филарета. Уехал в деревню и мстил всем им оттуда разными чудачествами, вероятно, оставшимися для тех никогда неизвестными. Он жил в доме странном, страшном и желтом, и таком длинном, что в нем, кажется, можно было уставить две целые державы – Липпи и Кнингаузен. В этом доме брат моей матери никогда не принимал ни одного человека, равного ему по общественному положению и образованию. А если кто к нему по незнанию заезжал, то он отбояривал гостей так, что они вперед сюда уже не заглядывали. Назад тому лет двадцать в верстах в сорока от него жила его родная тетка, старая княжна Авдотья Адоленская, которая лет пять сряду ждала к себе племянник. И не дождавшись, потеряла наконец терпение и решила сама его навестить. Для этого визита она выбрала день его рождения и прикатила. Дядя, узнав о таком неожиданно родственном набеге, выслал Дворецкого объявить тетке, что он не знает, по какому бы такому делу им надо было свидеться. Одним словом он ее выпроваживал. Но тетка тоже была не из уступчивых, и Дворецкий, побеседовав с ней, возвратился к дяде обратно с докладом, что старая княжна приехала к нему как к новорожденному. Дядя немало этим не смутился и опять послал в зал к тетке того же самого Дворецкого, с таким ответом, мол, что князь к рождению своему не радуется и поздравления сонным принимать не желают, так как Новый год для них ничто иное, как шаг к смерти. Но княжна этим не пронялась. Она села на диван и велела передать князю, что до тех пор не встанет и не уйдет, пока не увидит новорожденного. Тогда князь позвал в кабинет коммердинера, разоблачился до нога и вышел в гости, в чем его мать родила. Вот, мол, государыня тетушка, каков я родился. Княжна, давай бог оттуда ноги, а он в этом же райском наряде выпроводил ее на крыльцо до самого экипажа. Вообще присутствие всякого ровня князь не сносил, а водился с окрестными хлыстами, сочинял им для их родений песни и стихи, сам мнил себя и хлыстом, и духоборцем, и участвовал в родениях, но в бога не верил, а только юродствовал со скуки и досады. Происходивших от бессильного гнева на позабывшее о нем правительство. Семьи законной у него не было, он был холост, но имел много детей и не только не скрывал этого, но неумолчно требовал, чтобы ему записали его детей в формулярный список. На бумагах же, где только была надобность спросить его, холост он или женат, или имеет ли детей, он постоянно с особенным удовольствием писал «холост, но детей имею». Об обществе он не заботился, потому что якобы пренебрегал всеми поклоняющимися злату и древу, и в приемном покое, где некого было принимать, держал на высокой, обитой красным сукном колонне литого из золота тельца со страшными зелеными изумрудными глазами. Перед этим тельцом, будто бы когда-то кланялись и присягали по особой присяге попы и чиновники, тельц им выкидывал за каждый поклон по червонцу. Но впоследствии все это дяде надоело, и комедия с тельцом была брошена. Деловыми занятиями князя были бесчисленные процессы, которые он вел почти со всеми губернскими властями, единственно с целью дразнить их и оскорблять безнаказанным образом. В этом искусстве он достиг замечательного совершенства и нередко даже ни одних чиновников поражал неожиданностью и оригинальностью своих приемов. Он сочинял сам на себя изветы и доносы, чтобы заводить переписку с властями, имея заранее обдуманные планы, как злить и как безнаказанно обижать чиновников. Пропадал, например, в соседнем с ним губернаторском имении Скотт. Дядя тотчас призывал самого ябедливого дьячка, подпаивал его водкой, который сам выпивал для примера. И вдруг ни с того ни с сего доверялся дьячку, что губернаторский Скотт стоит у него на задворке. Через неделю губернатор получал донос на дядю, и тот ликовал. Все хлопоты и заботы о том только и шли, чтобы вступить в переписку. На первый же запрос дядя очень спешно отвечал, что я, мол, скота губернатора с его полей в свои закуты загонять никогда не приказывал. Да и иметь его скота нигде вблизи меня и моих четвероногих не желаю. Но опасаюсь, не загнал ли скота губернатора по глупости мой бурмистер из села Паганец. По этому показанию особый чиновник летел в село Паганец, там же, разумеется, никакого скота губернатора не находил, а дядя уже строчил новую бумагу, в кое жаловался, что Паганец губернаторский чиновник, обыскивая, перепугал на скотном дворе всех племенных телят. Если же дяде не удавалось втравливать местных чиновников в переписку с собой, то он строчил на них жалобы в том же тоне в столице. Так в одной жалобе, посланной им в Петербург на местного губернатора, он писал без запятых и точек «В бытность мою в губернском городе, на выборах, я однажды встретился с господином начальником губернии и был изруган им подлецом и мошенником». А в другой раз в просьбе, поданной в уголовную палату, устроил, конечно, с умыслом в разных местах подчистки некоторых слов в таком порядке, что получил возможность в конце прошения написать следующую оговорку. А что всем прошении по-почищенному написано, что судившие меня члены уголовной палаты все до одного взяточники, подлецы и дураки, то это все верно, и прошу в том не сомневаться. Тогда, в те мрачные времена бессудия и безмолвия на нашей земле, все это казалось не только верхом остроумия, но даже вменялось беспокойному старику в высочайшую гражданскую доблесть. Если бы он кого-нибудь принимал, то к нему всеконечно многие бы ездили на поклонение и считали бы себя через то в опасном положении. Но у дяди, как я сказал, дверь была затворена для всех, и эта недоступность делала его еще интереснее. Глава девятая. У матери были дела с дядей, ей надлежала от него значительная сумма денег. Таких гостей обыкновенные люди принимают вообще нерадостно, но дядя мой был не таков. Он встретил нас с матерью приветливо, но поместил не в доме, а во флигеле. В обширном и почти пустом доме у него для нас места не нашлось. Это очень обидело покойную матушку. Она мне не сказала ничего, но я при всей молодости моих тогдашних лет видел, как ее передернуло. Непосредственно за прибытием нашим в дядину усадьбу у нас так и потянулась полоса скучной жизни. Дяди я не видал, а грустная мать моя была плохим товарищем моему детскому возрасту, жаждавшему игр и забав. Зима уходила, и снега стали сиреть. Пост кончался. Однажды при горюне я сидел у окна и смотрел на склонявшееся к закату весеннее солнце. Как вдруг кто-то большую твердую тяжелую походкой прошел мимо окна и ступил на крыльцо флигеля так, что ступени затрещали под его ногами. Через минуту растворилась дверь, и на пороге показался мой дядя. Это было первое посещение, которое он решился сделать моей матери после нашего приезда в его имение. Не знаю почему, для чего и зачем, но при виде дяди я невыразимо его испугался и почти в ужасе смотрел на его бледное лицо, нашего пестрой термоламы-халат, пунцевый грог-грогалстук и лисью высокую остроконечную шапочку. Он мне казался великим магом и волшебником, о которых к тому времени я имел уже довольно обстоятельные сведения. Прислонясь к спинке кресла, на котором застал меня дядя, я не сомневался, что у него в кармане непременно есть где-нибудь ветка амилы, что он коснется и моей головы, и что я тотчас скинусь белым зайчиком и поскочу в это широкое поле с темными перелогами, в которых растлевается флером весны подернутый снег, а он скинется волком и пойдет меня гнать. Что шаг, то становится все страшнее и страшнее. И вот дядя подошел именно прямо ко мне, взял меня за уши и сказал «Здравствуй, помперлей». При этом он подавил мне слегка книзу уши и добавил «И что за гадость, мальчишка? Плечишки свершок, а внизу жиреешь. Постное небось ел». Постное прошептал я едва слышно. Дядя опять даванул меня за уши и проговорил «Точная девочка, изгадила брат тебе мать, изгадила». Брат отозвался ему из другой комнаты сукаризную мать. Дядя ушел к ней, и она заговорила с ним по-английски. Сначала просто шумно, а потом сердито. Я понял одно, что дядя над чем-то издевался, и мне показалось, что на смешке его имеют некоторое соотношение к восковому Купидону, которого в большом от меня секрете золотила для меня моя мать. «Это растление», — говорил дядя. «В жизни все причинно, последовательно и условно. Сюрпризами только гадость делается». Мать умоляла дядю замолчать. «Пусть», — говорила она, — «пусть, по-твоему, пускай жизнь будет подносить ему одни неприятности, но пусть я, пусть мать поднесет ему удовольствие». Я тогда несвободно понимал по-английски и не понял, чем кончился их разговор, да вдобавок я уснул. Меня раздели, сонного уложили в кровать. Это со мной часто случалось. Помнилось мне только сквозь сон, что дядя, проходя мимо меня, будто сказал мне, «Мой милый друг, тебя завтра ждет большой сюрприз». На утро я проснулся очень рано, но боялся открыть глаза. Я знал, что веровный Купидон, вероятно, уже слетел к моей постельке и парит над ней с какими-нибудь большими для меня радостями. Я раскрыл глаза сначала чуть на один волосок, потом несколько шире, и, наконец, уже не сам я, а неведомый ужас растворил их, так что я почувствовал их совсем круглыми, и при этом имел только одно желание – влипнуть в мою подушку, уйти в нее и провалиться. Вербный Купидон делал мне сюрприз, которого я действительно ни за что не ожидал. Он висел на широкой голубой ленте, а в объятиях нес для мира печали и слезы – розгу. Да, не что иное, как большую березовую розгу. Увидав это, я долго не мог прийти в себя и поверить. Проснулся я еще или грежу с просонья. Я приподнимался, всматривался и, к удивлению своему, все более и более изумлялся. Мой вербный Купидон действительно держал у себя под крылышками огромный пук березовых прутьев, связанных такой же голубой лентой, на какой сам он был подвешен. И на этой же ленте я заметил и белый билетик. Что это было на билетике при таком странном приношении, размышлял я и, хотя сам тщательно кутался в одеяло и дулся на прилет Купидону с розгой, но не выдержал, вскочил, сорвал билетик и прочитал. Кто ждет себе ни за что, ни про что радостей, тот дождется за все гадостей. Это же дядя, но непременно дядя, решил я себе и не ошибся, потому что в эту минуту дядя распахнул занавески моей кроватки и изрядно меня высек ни за что ни про что. Матушка была в церкви и защищать меня было некому, но зато она, узнав о моем сюрпризе, решилась немедленно отвезти меня в гимназический пансион, где и начался для меня новый род жизни. Таким я припоминаю вербанного Купидона. Он имел для меня свое серьезное значение. С тех пор, при каких бы то ни было упованиях, на что бы то ни было свыше, у меня в кровати пробегает трепет, и мне представляется вечно он, вербный Купидон, спускающийся ко мне с березовой розгой. И он меня сёк, он много и страшно меня сёк, и я опасаюсь, как бы еще раз не высек. Нечего, господа, улыбаться, я рассказываю вам историю очень серьезную, и вы только благоволите в нее вникнуть. Глава 10. В нынешнее время у шкалеров есть честность гражданская, у нас была честность рыцарская. Жизнь была тоже рыцарская. Неустрашимость, храбрость и мужество в разнообразнейших их приложениях и проявлениях подвергались испытанию. Классные комнаты назывались залами различных орденов. Тут были круглоголовые, черноголовые рыцари, странствующие рыцари и всякие другие, каких вам угодно орденов и званий. Огромный сад пансиона служил необъятным поприщем, на котором происходили бои и турниры, что бывало зимой, когда нас пускали в этот сад, особенно удобно по причине огромных, наваленных тут сугробов, изображавших замки и крепости. Я жил голодно и учился прекрасно. Так прошел год, в течение которого я не ездил домой ни разу. Я, впрочем, обвыкся и не скучал. Затруднительную порою в этой жизни было для нас вдруг объявленное нам распоряжение, что мы никак не смели отвечать в повелительном наклонении. Нам было сказано, что это требуется из Петербурга, и мы были немало устрашены этим требованием, но все-таки по привычке отвечали «подведи шар под меридиан» или «раздели частное и умножь делителя». Отучить нас отвечать иначе, как напечатано в книгах, долго не было никакой возможности, и бывали мы зато биты жестоко и много, даже и не постигая, в чем наше вина и преступление. Знакомство и исключительного дружества я ни с кем в школе не водил, хотя мне немножко более других нравились два немца. Братья Карл, который был со мной на втором классе, и Аматус, который был в третьем. Помню, что оба они были очень краснощеки, и аккуратно каждую перемену сходились друг с другом у притолоки двери, разделявшие наши классы. И Карл бывало говорил Аматусу. Аматус, мне кажется, что я себе нынче из русского нуль достал. А на следующую перемену Аматус являлся к притолоке и возвещал. Нет, Карлиус, я о тебе справился, а ты ошибаешься. Это тебе не кажется, а ты себе настоящий нуль достал. Эта пунктуальность и обстоятельность в всех юных характерах мне чрезвычайно нравились. Я всегда с жадностью прислушивался к этому тихому и совершенно серьезному разговору двух немцев об одном нуле. Но сюрприз мне уже был готов и ждал меня, а я к нему мчался. Глава одиннадцатая Приближалась Пасха. До страстной недели оставалась всего одна неделя, одна небольшая неделя. В дартуарах вечером разнесся слух, что нас распустят не в субботу, а в четверг. Я уеду и наконец-то увижу мать, подумал я. Сердце мое трепетало и билось. Тревожные ощущения эти еще более усилились, когда в среду один из лакеев, утирая меня полотенцем, шепнуло мне, за вами приехали. Когда я пришел в столовую, сел за свой чай, то почувствовал, что вся кровь бросилась мне в лицо, и у меня начали пылать уши. Все это произошло от одного магического слова, которое произносилось шепотом в сотне различных переливов, разнеслось по столовой. Это магическое слово было за ним прислали. Понятно, что ежели бы нас пустили сегодня или завтра в четверг, то я завтра же мог бы и ехать, если бы только пустили. Но вот в четверг начинаются и оканчиваются классы, начальство не заводит ровно никакой речи об отпуске. Перед обедом несколько других товарищей выбегают по зову лакеев переднюю и возвращаются с радостными лицами. И за ними прислали. В часы после обеденного отдыха известия о присылке еще учащаются, вечером они еще возрастают. И, наконец, оказывается, что чуть ли не прислали уже за всем пансионом. Нетерпение разгорается с каждой минутой. Каждая минута становится в охвесть какой тягостью. Мысль о том, что нужно идти спать в те же прохладные дуртуары становится несносно. Приготовлять уроки с вечера нет уже никакой силы. Так и мерещатся, так и снятся наяву лошади бричка, няня и теплая беличья шубка, которую прислал за мной мама и которую няня неизвестно для чего в первые минуты свое появление в пансион принесла мне и оставила. Вечерние уроки мы все отсидели, как на иголках. Четверг нас уже обманул, но, может быть, зато выручит пятницу. Неужто же ждать до субботы? Неужто нельзя ускорить приближение счастливого момента, хотя на одни сутки? Кто-то из детей, я очень долго помнил его имя, но теперь позабыл, вздохнул и с детским равнодушием воскликнул, «Боже мой, неужто нет никаких средств, чтобы выдумать что-нибудь такое, чтобы нас отпустили раньше?» «Нет таких средств, и если даже не ошибаюсь, то мне кажется, нет таких физических средств», сказал в ответ ему вздохнувший другой маленький мальчик. «Замечательное дело, что тогда, когда в людях было менее всего всякой положительности, у нас, когда говорили о средствах, всегда прибавлялось, что нет физических средств, как будто в других средствах, нравственных и моральных, тогда никто уж не сомневался». «Да, нет никаких физических средств», отвечал первый маленький мальчик. «А кто это сказал, тот дурак», заметил возмужалым голосом некто Колотузов. «Молодой юноша лет восемнадцати, которого нежные родители, бог весть, для чего продержали до этого возраста дома и потом привезли для того, чтобы посадить рядом с нами во второй класс. Мы его звали дядюшкой, а он нас за это бил. Колотузов держал себя на офицерской ноге. Держать себя на офицерской ноге в наше время значило не водиться за панибрата с маленькими, ходить в расстегнутой куртке, носить неформенный галстук, приподниматься лениво, когда спросят, отвечать как бы нехотя и басом, ходить в развалку. Все это строго запрещалось, но, не умею вам сказать, как и почему, всегда в каждом заведении тогдашнего времени, к которому относится мое воспитание, были ученики, которые умели ставить себя на офицерскую ногу, и им это не воспрещалось. В нашем классе один Колотузов был на офицерской ноге. Он мог у нас бить всю мелкоту, сам он был большой дурак, аппетит имел огромный, а к учению способности никакой. Это знали все учителя, и потому никогда его не спрашивали, а если в заведение приезжало какое-нибудь начальствующее лицо, то Колотузова совсем убирали и клали в больницу. Он этим гордился. Впрочем, раз было с ним несчастное происшествие, его спросил один новый учитель. Это был новоприбывший преподаватель географии. Производя первую перекличку, он вызвал и Колотузова. Колотузов тяжело приподнялся, перевалился с боку на бок, облокотился косточками правой руки на стол и легким вархатным боском сказал, «Я полагал, что вы, вероятно, знаете, что я ничего не знаю». Учитель рассмеялся и отвечал, «Но в таком случае я запишу вам нуль». «Это как хотите», — отвечал спокойно Колотузов. Но, заметив, что непривычный к нашим порядкам учитель в самом деле намеревается бестрепетной рукой поставить ему котелку, и сообразив, что в силу этой отметки он, несмотря на свое крупное значение в классе, останется с ленивыми без обеда, Колотузов немножко привалился на стол и закончил. «Вы запишите мне нуль, а я на следующий класс буду все знать». Большой рост дурака, его пробивающиеся усы, мужественный голос и странная офицерская манера держаться, резко выделявшая его из окружающей его мелюзги, все, по-видимому, возбуждало к нему большое внимание нового учителя. Рассмеявшись, он положил перо и сказал шутливо, «Хорошо, господин Колотузов, я вам в таком случае не напишу нуля, если вы обещаете знать хоть что-нибудь». «Вы будьте в этом уверены», отвечал Колотузов. И вот пришел следующий класс. Прочитали молитву, учитель сел за стол, сделалась тишина. Многих из нас занимало, спросит или не спросит нынешний раз новый учитель Колотузова, «А он его как раз и зовет. Вы нам, кажется, обещали в прошлый раз что-то выучить». Колотузов, нехотя, что называется, как вор на ярмарке, повернулся, наклонился в один бок плечом, потом перевалился на другой, облокотился кистями обеих рук капарту и медленно возгласил. «Точно, я вам это обещал». «Что же вы знаете?» спросил учитель. Для Колотузова это был вопрос весьма затруднительный, ему было безразлично, о чем бы его не спросили, потому что он ничего не знал. Но он, немало не смутившись, равнодушно посмотрел на свои ногти и сказал «Я все знаю». «Все?» «Да, все, еще спокойнее», отвечал Колотузов. Учителю стало необыкновенно весело, а мы с удовольствием и не без зависти заметили, что Колотузов овладевал этим новым человеком и, конечно, от него будет пользоваться всякими вольностями и льготами. «Но есть же что-нибудь такое?» спросил его учитель. «Что вы особенно хорошо знаете?» «Нет, мне все равно. Я все одинаково знаю», отвечал немало не смущаясь Колотузов. «Моверно, есть что-нибудь такое, что вам особенно приятно рассказать. Я хочу, чтобы вы сами выбрали». «Извольте», отвечал Колотузов и, бесцеремонно нагнувшись к своему маленькому соседу, взял в руки географию, развернул ее, взглянув на заголовок статьи и сказал «Пруссию». «Вы лучше всего знаете «Пруссию»?» «Да», отвечал Колотузов. «Потрудитесь начинать». «Извольте», отвечал Колотузов и, глядя преспокойно в книгу, начал, как я теперь помню, следующее определение. Брандербурге была, но на этом расхохотавшийся учитель остановил его и сказал, что читать по книге вовсе не значит знать. Колотузов бросил книгу на стол, дал в обе стороны два кулака сидевшим около него малюткам и довольно громко сказал «Подсказывай». Молодой учитель смотрел на всю эту проделку с видимым удовольствием. Его это смешило и тешило. Два маленькие мальчика, боявшиеся своего огромного соседа, оба зажужжали. Брандербургия была первоначальным зерном прусского королевства. Так излагались сведения о Пруссии в нашей географии. Жужжавшие на перерыв друг к другу мальчики подсказывали, однако, неудовлетворительно. Колотузов пригинался то к одному, то к другому и, получая вместо определительных слов какое-то жужжание, вышел на конец из терпения и сказал «Один подсказывай». Соседний мальчик справа внятно произнес ему «Брандербургия была первоначальным зерном прусского королевства». «Довольно», сказал Колотузов. С этим он откошленулся, провел пальцем за галстуком, поправил рукой волосы, которые у него по офицерским правилам были немного длиннее, чем у всех нас, и спокойно возгласил «Пруссия есть зерно». «Как зерно?» переспросил изумленный учитель. «Так написано», отвечал Колотузов. «Но позвольте же узнать, как же это? Есть зерна ржаные, овсяные, пшеничные. Какое же зерно Пруссия?» Колотузов подумал и, сделав кислую гримасу, отвечал «Я вам не могу объяснить этого, какое это чертово зерно». Вот этот-то умник Колотузов во время тайного разговора в четверг лазовре недели и говорит, «Пустяки», говорит «Есть физическая возможность, чтобы нас отпустили завтра утром. Мне, говорит «Нет, ничего легче доказать вам». Мы стали просить, чтобы он нам это доказал. Сегодня вечером начал внушать Колотузов. За ужином пусть каждый оставит мне свой хлеб с маслом. А через полчаса я вам открою физическую возможность добиться того, чтобы нас не только отпустили завтра, но даже по шеям выгнали. Выгонят по шеям, у нас даже ушки от этого запрыгали. Только надо, чтобы кто-нибудь взялся сделать одно дело, продолжал Колотузов. Страшное? спросило разом несколько голосов. Ну, не очень страшное, но таки рискованное, отвечал Колотузов. Рискованное, крикнул тоненьким голоском, маленький чистенький и опрятный мальчик, который был необыкновенно красив и которого все в классе целовали. Он назывался Локотков. Рискованное, воскликнул Локотков. Я берусь за всякое рискованное дело. Локотков был у нас отчаянной головой. Он употреблялся в классе для того, чтобы передразнивать учителя-немца или приводить в ярость неистого учителя-француза. Характер он был живого, предприимчивого и пылкого. Локоткову удавалось входить в доверие к учителю французского языка и коварно выводить его на посмешище. Уверяю его во время перевода, что сказать «у рыб нет зуб» невозможно, а надо говорить «у рыбей нет зубей» или «у рыбов нет зубов» и тому подобное. Кончалось это обыкновенно тем, что Локоткову доставался нуль за поведение, но это ему бывало не имется, и на следующий урок Локотков снова бывало смущает учителя, объясняя ему, что он не так перевел, будто голодный мужик выпил кувшин воды одним духом. «Одним духом невозможно пить, месье Базиль», внушал скротостью учитель Локотков. «Ты зво!» сердито кричал француз и, покусав задумчивости, губы лепетал. «Мужик, лепезан, выпил кувшин воды одним шагом». «Да», — выговаривал он тверже, вглядываясь во все детские физиономии. «Именно выпил кувшин воды одним шагом». «Нет, одним духом». «Нет, одним шагом». И раздавался снова хохот, и месье Базиль снова выписывал Локоткову «Зеро». И вот этот веселый, добродушный мальчик вызвался совершить рискованное предприятие. «Именно выпил кувшин воды».